В этом уроке я расскажу, как придать фотографии больше объема, используя панель Mask Panel Easy, которая создает маски светов, теней и средних тонов. Я уже делал урок с помощью этой фотографии и использовал сходные приемы на сайте Фотомонстр, но делал это вручную. И теперь покажу, как сделать это гораздо быстрее, используя панель маски. Итак, открываем нашу панель. Я хочу сначала больше акцентировать светлые тона. Для этого я создаю, нажав на эту кнопку, маску светлых тонов. Нажимаю клавишу Alt и кликаю по маске, чтобы увидеть ее. Теперь маску нужно немножко доработать. Я нажимаю на кнопку Curves, кривые, и дорабатываю маску. Вот таким образом. Мне нужны только светлые области. Вот эти вот области лавочки я закрашу кисточкой. Нажимаю ОК. Выбираю кисть. Цвет черный, 100%. И закрашиваю то, что мне не нужно. Задний план нам здесь не важен, пусть остается так, как есть. Теперь эту маску нужно немного размыть. Достаточно 15 пикселей. Но если будет недостаточно, можно всегда добавить еще. Затем переключаюсь на композитный канал и изменяю режим наложения на экран. Вот смотрите, немного увеличу изображение, как у нас заиграли светлые области. Теперь я хочу добавить контраста в тенях. Создаю маску теней, нажав кнопку Shadows. Вот таким образом. Обратите внимание, что теперь у меня акцентированы тени. Маску здесь нужно также слегка доработать. Нажимаю Curves и дорабатываю маску. Нажимаю ОК. Немного размываю. Вот таким образом. И изменяю режим наложения на умножение. Как видим, у нас довольно-таки сильно затемняются теневые области. Я уменьшаю непрозрачность примерно до 30%. И вот что получается. Теперь добавим акцента еще и в средние тона. Нажимаю кнопку Midtones. Как видите, здесь создается маска средних тонов. С ней я ничего делать не буду, только немного размою. Также на 15 пикселей. Радиус размытия зависит от того, в каком размере у вас изображение. Чем больше размер в пикселях, тем больше радиус. Теперь нужно подобрать подходящий режим наложения. Можно попробовать, например, перекрытие Overlay. Вот смотрите, у нас акцентировались средние тона. И слегка даже поднялась насыщенность. Или можно попробовать тот же режим умножения. Он тоже довольно-таки интересно действует. Но здесь нужно немного уменьшить непрозрачность. Примерно до 50%. Обратите внимание, какой картинка была и какой мы ее сделали. Налицо увеличение объема и глубины изображения. Вот так с помощью этой панели легко и быстро можно выполнять обработку фотографий. В следующем уроке я расскажу, как выполнять раздельное тонирование по цветам, теням и средним тонам. Также с помощью вот этой панели. Продолжение следует...